всем привет вы смотрите новости о мире и с вами я екатерина а вы знали что 59 лет назад был основан советский фонд мира это стало возможным благодаря первому стокгольмскому воззванию о запрете применения атомного оружия которое в 1950-х годах подписал ссср и другие страны она была направлена на сохранение мира на земле так как многие советские люди стали присылать пожертвования для поддержки борьбы за мир было принято решение создать специальный фонд для организации мероприятий и правильного расходования финансовых поступлений так вот 27 апреля 1961 года был основан советский фонд мира который в дальнейшем пользовался заслуженным авторитетом стране и за рубежом председателями правления организации в разные годы были такие известные люди как поэт николай тихонов писатель борис полевой чемпион мира по шахматам анатолий карпов в 2003 году советский фонд мира был преобразован в российский фонд мира и сейчас он реализует огромное количество благотворительных и гуманитарных программ направленных на содействие укреплению мира дружбы и согласия между народами развитие гуманизма и милосердия предотвращение национальных религиозных и социальных конфликтов защиту прав человека сохранение окружающей среды и развитие международного сотрудничества а вы слышали когда-нибудь о женах мироносицах так вот сегодня я немного расскажу о них так почему мироносицы мира это ароматическое масло которым по древнееврейскому обычаю смазывали тело умершего человека соответственно мироносицы это те кто принесли мира для погребального ритуала святом писании говорится что на третий день после распятия христа женщины пришли к его телу принеся с собой мира но сотворить полагающийся обряд не смогли гроб оказался пуст находящийся там ангел обратился к женщинам что ищете живого среди мертвых он воскрес как и обещал пасхальное приветствие христос воскрес принадлежит марии магдалине это она пришла к ученикам христа и сообщила им об увиденным с возгласом христос воскрес он воистину сын божий это была первая благая весть которую принесла мария апостолом как часто мы не понимаем и осуждаем людей а ведь именно мария магдалина блудница в прошлом стала христианской святой мироносицы и провела первую проповедь о воскресении так и лаки ли король стриптиза который благодаря богу осознал свое предназначение быть миротворцем преодолел непонимание осуждения людей и теперь ведет активную борьбу за мир во всем мире команда лаки ли подала три заявки на отборочный конкурс для участия в парижском форуме мира в ноябре 2020 года подробно о проектах мы уже рассказывали в одном из предыдущих выпусков новостей и вы могли сами убедиться насколько они полезны и уникальны так вот 3 августа были оглашены результаты каково же было наше удивление когда мы узнали что нам отказано по всем трем проектам давайте разберемся пис форум посвящен вопросам мира но до сегодняшнего дня насколько нам известно на форуме не были представлены проекты касающиеся мира пис а вот все проекты лаки ли как раз говорят о важности мира дружбы и толерантности на нашей планете более того лаки ли придумал новый бизнес бизнес на мире где каждый может не только зарабатывать деньги но и приносить добро и готов был даже рассказать о нем на форуме но мы получаем отказ как же такое может быть организаторы чем вы руководствовались не пуская наши пис проекты на форум 2020 года просто на меня конечно это возмущает до глубины души значит меня даже на мутит от их попорочности лишь членов жюри вам почему потому что конечно этого следовало ожидать да если бы мир было так легко построить никто бы собственно говоря не мешало мы бы и все остальные были люди тоже которые хотели построить пирт проходили бы на на такие форумы но поскольку нам отказали то очевидно что на бойкот продолжается блокировка таких проект продолжается вот если это дополнительное подтверждение того что западный мир даже вопросах жюри такого казалось бы без форма это настроено уже изначально против мира из россии да против как бы того против настоящих истинных целей которые до чего создан спором как что говорит о лицемерии сильнейшем лицемерии который в котором пограждены все члены жюри включая венецианский фестиваль арт-фестиваль включая вот этот вот парижский пицц форум а это значит для нас и для всех остальных что тематику бойкотируют тематика блокируют конкретно блокируют раз а если блокирует назначить есть определенное противодействие нашим проектам а если есть против противодействия нашим проектом и нам конкретно значит кто-то считает нас как минимум недружественными Но недорожественны настолько, что, наверное, враги Раз настолько уже просто даже на платную выставку На платную выставку Не дали возможность сказать, ну, заплатите, приходите Может быть, кому-то вы там понадобитесь Да, хотим напомнить, что каждая заявка стоила 2000 евро, да Мы готовы были приехать, опять заплатить в очередной раз Да, понимаете, к чему? И огромное противодействие не дало нам даже этого сделать Заплатить там деньги за то, что мы выставляемся Что мы делали на всех выставках по всему миру И в Гонконге, и в Америке, и в Москве, и в Каннах Очень удивительно Обязательно ставьте лайки и комментарии под этим выпуском Так мы сможем сделать наши новости еще лучше для вас На этом у меня все Вы смотрели новости о мире Всем мира и гармонии